доброе утро вуаля facebook меня разблокировал какое чудо даже не было никакой нотификации я не знаю возможно моя петиция до них дошла возможно их что-то осенило но мы обратно в эфирах какое счастье и так апрель месяц 2022 из инстаграма прыгай обратно к нам я разберусь и буду шерить и там и там не бросать же это уже дело в телеграме буду все копировать ну посмотрите как здорово нас приняли обратно спасибо за поддержку дорогие мои и так 2 четверть с почином мы начинаем новый блок видео эфиров и все видео эфиры основаны на ваших вопросах которые приходят или ко мне в мессенджер или в нашу группу или же у меня такой огромный список где собраны ваши вопросы с разных google форм я потихонечку когда еду на работу и у меня есть маленькая кошка на парковке озвучиваю ответы на эти вопросы сегодня мы поговорим о на плане потому что он уже на носу нас буквально через две-три недельки и у меня как раз последние три месяца проходит огромное количество блоков занятий с учениками старших классов когда мы пишем эссе и рассказы и тренируем набиваем руку для теста и возникает следующая проблема то есть родители которые в теме что такое на план если вы не в теме у меня висит внизу огромная распечатка всех моих видео на эту тему с объяснениями что это такое вам просто немножечко пролистать вниз и вы увидите этот пост поэтому я не буду объяснять здесь что такое на план я поговорю о двух видах заданий письменных с которыми столкнуться ваши дети то есть нашим детям в третьем пятом седьмом девятых классах дадут задание напишите рассказ потом картинка по этой картинке придумайте какой-то рассказ или же вот вам тема и чуть-чуть картинка напишите по этой теме с и какой у нас наступает ступор практически 90 процентов мне говорят когда рассказ вообще легкотня потому что потому что можно придумать все что угодно там нет какой-то определенных каких-то определенных критерий которых нужно придерживаться там есть просто общая тема и ее можно разрулить в любую сторону и поэтому детей возникает такое впечатление что написать рассказ очень легко но речь когда идет о получении высоких балла это немножечко другая песня правильно когда читаю рассказы я смотрю на них как экзаменатор на плана что у нас структуры что у нас параграфами а что у нас с вокабулярием как мы описываем наших героев как мы описываем действие соблюдаем ли мы все пять частей минимальных этого самого рассказа вот тут у нас происходит маленькая загвоздка поэтому если дети говорят рассказ это легко не всегда легко потому что придумать о чем писать возможно легче чем с теперь переходим на наше эссе там не все так просто потому что тему вам задают и самый частый вы нык я не знаю татьяна я не знаю что писать вот я провожу такую бы как это назвать я даже не знаю я работаю с учениками старших классов и я им задаю тему они ее пишут дома то есть ручку набивают и я им комментирую в google доки да что хорошо что не очень хорошо над чем подработать и что я еще делаю я иногда помогаю им развить тему потому что если на на плане попадается тема и ты сидишь на нее смотришь и думаешь я не знаю что писать это означает только одно у нас нет general knowledge то есть каких-то общих знаний о этой теме и нет по ней никаких мыслей потому что на план это не тот тест когда вам нужно посидеть и погуглить и потом это все перефразировать в эссе это темы которые основаны на общих знаниях вот если вы родители сдавали айлдс это вот примерно такие темы и дети которые мало читают мало общаются дома ведут дискуссии на разные темы которые ну сидят может в танчики играют целыми днями как правило у них такой затык и случается потому что откуда взяться общим знанием да вот этому общему развитию чтобы написать свои мысли на какую-то тему а темы как окружающая среда социальные проблемы за законодательство школьная жизнь то есть все с чем школьник в принципе соприкасается и вот именно такие штуки да когда не знаю что писать и подводят нас потому что мы можем знать структуру с мы можем знать как написать хорошее предложение но мы не знаем что сказать потому что у нас нет по теме мыслей что делаю я когда я помогаю своим ученикам то есть вот те которые пишут без участия со мной face to face да просто я им даю тем куда они его дома там что-то кропят-кропят я иногда перед тем как им написать тему закидываю им пять статей не книг естественно коротких статей на эту тему чтобы они немножечко ознакомились с тем что вообще можно по ней написать то есть я понимаю что в школе не будет времени затронуть все общие жизненные темы абсолютно нет и в школе кстати самое что интересное особенно в седьмых и девятых классах так таковому на план уже не готовят потому что дети работают совсем другим райтингом они работают над text types то есть они берут или фильм или стихотворение или книгу и начинают ее анализ то есть интересно к специфика до нашей программы учим анализировать одному виду письменной речи она на плане все равно еще спрашиваем по темам таким общим вот вам такая фишка что на план тест принципе легкий так вот школа не научит этим темам им им может научить или регулярное чтиво но опять же если ребенку интересно например технология да он не будет читать тему про моду а если типа подпад попадается у вас такая будет например сэшен и сэшен импотент дисказ ну то есть прикиньте вот мальчик да получил эту тему сидит на нее смотрит а последний блок который он читал был может про каких-то роботов естественно не будет знать что писать поэтому иногда нам нужно им этот материал предоставить дома дискуссии самое лучше да мы дома обсуждаем все подряд вот за что зацепился интерес ребенка что мы пронаблюдали даже едем в машине им видим какую-то ситуацию я стараюсь ее проговорить чтобы дать детям какой-то какую-то базу общего развития и чтобы не была возможность выразить какие-то свои мысли ну да работа родителя очень тяжело нужно постоянно думать да как их развивать чего и как и потом еще писать это все научить поэтому если вы ответственный родитель прощупайте почву имеет ли ваш особенно старшеклассник потому что малыши в третьем пятом они чего там напишут им еще на этом уровне на план а можно написать айфинг 7 8 в девятом я бы уже не стала про айфинг нам нужно переходить на более формальный вид письменной речи то есть прощупайте почву насколько хорошо ваших семиклассников и девятиклассников будут развиты те же самые общие знания по разным аспектам жизни вы можете даже загрузить темы айлтс именно айлтс они кстати разбиты по блокам тематическим их наверно блоков 10 12 и подумать так а мой ребенок вот на эту тему может выразить три хорошие мысли а вот на эту а вот на эту то есть перед тем как даже писать мы просто прогоним по темам и обсудим что мы знаем на эту тему и чего мы не знаем и если у нас по ней какое-то мнение и вот тогда вы увидите где у нас дырочки то в знаниях общих им тогда я бы набивала руку именно по этим темам то есть если ваш ребенок на на плане получает тему social media and teenagers и social media good for teenagers конечно у него будет куча мыслей ну потому что он этим живет правильно но если же он получит тему ту же самую про моду девочка возможно напишет а если например девочке попадется тема стоит ли нам запускать роботов на марс илон маску стоит ли ехать на марс его там развивать девочка может быть который не интересуется наука сидеть и носу ковыряться и у нее нечего будет сказать по этой теме вот такой мой совет ну а тем у которых у родителей нет времени или те родители которые просто хотят быть родителями присылайте ко мне приведем ваших семиклассников и девятиклассников в тонус наверное скорее восьмиклассников сейчас потому что ну и шестиклассников рановато я бы наверное это начала делать в июле в октябре но вот восьмиклассников уже можно потому что нам нужно все дырки поймать пораньше седьмой восьмой класс как вы знаете если вы меня слушаете такое место где нам нужно прощупать все knowledge gaps делать диагностику конкретную потому что с девятого десятого у вас начнется уже спарлинг дэн то есть когда у нас или все пойдет вниз и мы заваливаем школу к сожалению ну или у нас все отлично там растет гений мы сделали все правильно но это два важных года которые попадают как раз на изменения физиологические когда совсем с поведением не очень хорошо и нам нужно удержать вот этот академический achievement и посмотреть вообще где мы как мы потому что легче становиться не будет девятый десятый класс будет к рыбам обухом по голове будет еще сложнее и если мы не можем написать базовое эссе на на плане то какой-то анализ литературы художественной и анализ по про по предметам истории география и туда же даже science нам не светит мы просто будем плавать вот с этим грустным эфиром но не грустно я бы составляю чтобы немножко подумали и не переживайте если вы не хотите этим ничем заниматься у вас есть школа ее можно теребить у вас есть татьяна ее можно теребить и я делаю то же самое со своими детьми я плачу кучу денег дополнительно чтобы и кто-то ими занимался потому что я хочу быть просто мамой для этого мы существуем репетиторы тюторы консультанты учителя и и так далее вот с этим я вас оставляю на эту неделю всем хорошего дня пока